Всем привет! С вами Дима Небилан и мы отправляемся в Марокко, чтобы прочувствовать колоритный Маракеш, пожить в риадах, попробовать национальную кухню, окунуться в водопад Каскады Узуда, побывать в портовом городе Эсуэйра, разобраться с аргоновым маслом, посетить деревню Берберов и многое другое. Оставайтесь с нами и полетели! Всегда приятно улетать куда-то, где тепло, оттуда, где идут дожди, а именно из Германии в Марокко. 10 утра, Маракеш, аэропорт, я прилетел, абсолютно бессонная ночь, потому что нужно было ехать сначала в аэропорт, который а-ля Франкфуртхан называется, но это 2 часа Франкфурт, а потом 4 часа лететь, сами представляете. Но пока все нравится, пока чистенько, бодренько, люди приветливые, красивые, будем разбираться в том, что такое Марокко, что такое Маракеш, с вами Дима Небилан, погнали! Я первый раз прилетел в Маракеш, так как мне очень хотелось своими глазами увидеть город, который постоянно мелькает в кадрах голливудских фильмов и различных реалити-шоу последнего времени. То, что я видел в кадре, выглядело колоритно и однозначно достойным моего посещения. Королевство Марокко в своем современном виде было образовано относительно недавно, в 1956 году, но за его богатую историю здесь отметились практически все, кто только мог – финикицы, римляне, греки. Потом все захватили арабы и с тех пор вместе с коренным населением берберами так и живут вместе на этой территории. В новой истории сначала Испания, а после и Франция, как и практически везде в Африке, сделали Марокко свои колонии, однако после множества восстаний и гражданских войн признали независимость королевства. Столица Марокко – город Раббат, у власти король, религия, ислам, валюта марокканский дирхам равен почти 0,9 евро. Платят 100 долларов в марокканских деньгах, в марокканских дирхамах. Это первый раз, когда я вижу одинаковые деньги, то есть они абсолютно одинаковые, просто разных цветов, видите? То есть чувак очень сильно себя любит или не себя, хотя бы эту свою фотку. Вот так это выглядит, с другой стороны, что-то там верблюды какие-то, но в принципе деньги приятные, будем тратить. Как и любому туристу, мне сначала нужно куда-нибудь заселиться, и это будет, конечно же, местное уникальное явление, имя которому – риады. Жить я буду в нескольких из них, а вы пока можете сравнить окружение и выбрать лучшее. Если в Тунисе риады в старом городе также присутствуют, но использующихся как отель среди них очень мало, и они дорогие, то в Марокко это основное жилье в центре города, и найти здесь риады по своему вкусу гораздо проще. Для тех, кто еще не до конца понял, что такое риад или риад, то прямой перевод с арабского означает «сад», а непосредственное значение переводится как «внутренний двор» или «все, что не на улице». Иными словами, это старый жилой дом Медины, переделанный под отель без ущерба максимальному колориту. В одном риаде всегда сдается лишь несколько комнат, а отношения с персоналом складываются близкие и теплые. Заселились и выходим в город. Вот, друзья, уже гораздо лучше, я все еще не спавший, но уже более бодрый и готов к приключениям. Изучаем Марракеш. Марракеш был основан в 1060 году нашей эры и является четвертым по крупности городом страны. А старый город, или как он называется у арабов Медина, здесь не только входит в мировое наследие Винеска, но и является одним из самых колоритных мест в мире, ожившей декорацией экзотического фильма, но это не декорация, здесь все по-настоящему. Самое знаменитое место в Медине – торговая площадь Джемаа-Эльфна. Сюда стоит отправиться туристу в первую очередь. Днем здесь лениво идет торговля местной уличной едой, например, вареными улитками и свежевыжатыми соками. Однако, даже если ты попросишь какой-то определенный сок, например, как в моем случае гранатовый, то получишь все равно что-то на усмотрение продавца, представляющийся микс всего совсем. Это вкусно, но все же не то, на что я изначально рассчитывал. По периметру площади стоят торговые лавки, и каждая из них – маленький музей. Чего здесь только нет. Огромный выбор тажинов, чайников, подносов и другой восточной посуды. Глаз завораживает тонкая чеканка на медных блюдах. В соседних лавках продается просто бесконечный набор специй. Таких наименований вы нигде ни то, что не видели, но и слышать не могли. Чуть дальше внимание привлекают металлические звездообразные светильники ручной работы. Многие мастера работают прямо в лавках, и это настоящее шоу. Отойдя от лавок, можно сфотографироваться с местными фриками или берберами в национальных костюмах, которых на площади ошивается великое множество. А вечером площадь превращается в сумасшедший дом из сказки про Аладдина. Тут и заклинатели змей с кобрами и огромными сонными питонами. И шаманская атрибутика – козлиные копыта, рогатые черепа, пучки, трав, иглы дикообраза. Периодически натыкаясь на дрессированных обезьян, соколов и ястребов, от черной до синевы представители племени Гнауа танцуют мистические танцы. Женщины охотно подставляют кисти ру для нанесения татуировок при помощи хны. Порой кажется, что все это сон, но в реальность возвращает требование заплатить за все, что ты видишь. Вернее, не совсем так. Смотришь – смотри. Как только что-то сфотографировал или просто достал телефон – плати. А если откажешься, то специально обученный местный будет преследовать тебя до конца дня, пока ты что-то не дашь ему. Благо цены фиксированной нет и даже самая мелкая монетка их устраивает. С едой тоже не все просто. Вечером площадь превращается в ресторан национальной кухни под открытым небом. Мигом появляются столы с белыми скатертями, жаровни и множество всякой снеди, мяса, морепродуктов, рыбы – все продукты сырые. Достаточно ткнуть пальцем в баранью голову и вам тут же ее приготовят. Ну, а можно довольствоваться плодами кактуса и фруктовыми смесями. В любом случае, стоит даже просто посмотреть, чем и как питаются марокканцы. Пробуем бараний шашлык. Божественно. Стоит, ребята, всего лишь 7 евро огромная тарелка шашлыка. Вот где нужно питаться. Забыли рестораны, забыли фруктовые места. Только на рынке. Однако и здесь нужно быть очень осторожным, так как дурят там очень сильно. Основные блюда вроде бы дешевые, но вот гарнир к ним или салатик на закуску может стоить в 3-4 раза дороже основного блюда. А блюда приносят с таким гарниром или даже салатиками в кавычках. А вам потом предстоят долгие разборки, почему финальный чек имеет астрономическую сумму. Очень тщательно проверяйте, что вы заказываете и что вам приносят. После сытного ужина местные зазывалы, безошибочно угадав вам не туриста, сразу зовут в ресторан, где наливают алкоголь. Вообще Марокко страна мусульманская, соответственно алкоголь вроде как запрещен, но в определенных местах и для туристов его спокойно наливают. В такое место стоит зайти хотя бы ради шикарного вида на центральную торговую площадь и местного шоу, арабского танца в юбках. Стоимость одного коктейля в таких заведениях примерно 10 евро. Наступает новый день и я отправляюсь на улочки Медины Маракеша, так как центр мы посмотрели, но город ведь не центром един. А улочки Медины это что-то с чем-то. Здесь вы максимум можете выбрать направление, а потом начинается шоу, которое называется «Выживание по дороге от точки А до точки Б». Выглядит это так. Вы вместе с потоком людей идете по маленьким узким улочкам, где иногда и три человека не разойдутся. Смотрите по сторонам, везде магазинчики, ресторанчики, торговцы, мастера. Идя по старому городу Маракеша, самое главное, что нужно учитывать, это вот таких вот ребяток на мотоциклах, на велосипедах, на роллерах, на всем что угодно. Ты не знаешь, когда и от кого уворачиваться и в какой момент мотоцикл атакует тебя сзади. Однако надо отдать должное этим местным ребятам, водителям неотменные и к подобному трафику привыкшие. Поэтому всегда удается отделаться легким испугом. Через пару дней, правда, к этому привыкаешь, но поначалу вся ситуация вызывает страшный диссонанс в сознании. Вот, друзья, древние средства транспортировки грузов и передвижения. Пожалуйста, видите? Оставляйте, входит в стендбай. Сказали? Поехала. Маракеш – город садов. Здесь их великое множество. Из наиболее популярных могу выделить сад Мажорель, который был создан в 20-х годах прошлого века французским художником Жаком Мажорелем. А после, в 1980-м, был приобретен знаменитым модельером Ивсен Лораном, который жил здесь долгие годы, а территория садов вместе с особняком теперь стала общедоступным музеем под открытым небом. Вот, друзья, что значит стиль. Смотрите. Один цвет вроде казалось бы, но как выглядит. Кстати, этот мост ведет к вилле, где Ивсен Лоран жил. Сад создавался в течение 40 лет. Окруженный стенами, он состоит из лабиринта пересекающихся аллеи и переплетающихся уровней изданий в стиле мавританского арт-деко. Очень стильно, друзья, да? Всего лишь три цвета. Ну, насколько стильно. Сад представляет собой невероятное сочетание ярких цветов и экзотических растений. Здесь произрастает множество кактусов, пальм, бамбука и других тропических растений. В саду также есть большой пруд, наполненный разноцветными рыбками, небольшой ручей и множество птиц. Это настоящий культурный центр, на территории которого разместились четыре. Музея Берберский, Исландского искусства, Ивсен Лорана и экспозиция картин Жака Мажореля. К сожалению, внутри музеев съемка строго запрещена, поэтому все, что можно показать, это сад и здание снаружи. Сейчас мы находимся в секретном саду, так называемом, который находится прямо посреди рынка. То есть это очень интересно. Сначала ты идешь в рынок, шум, гам, узкие улочки, потом выходишь в такое открытое пространство. Очень красивое здесь собрано, уникальное растение со всей Африки. Ну, посмотреть интересно, а отдохнуть еще интереснее. Секретный сад был построен в 16 веке, потом в 17 разрушен и, наконец, восстановлен только в 2016 году. Главный плюс секрет-гардена, он находится в самом центре Медины, а значит, сюда можно просто сбежать и отдохнуть от жаркой суеты узких улочек. На территории сада есть башни, с которой открываются потрясающие виды как на секретный сад, так и на Марракеш. Здесь можно посидеть у фонтана или прудика, наблюдая за рыбками или попугаями. Или просто попить знаменитый мятный марокканский чай на стене у башни. Взем во дворец Бахия, обязательное посещение место. Этот образец марокканской архитектуры был построен в конце 19 века как самая роскошная резиденция в городе. Бахия – имя жены визиря султана, которая и построил этот дворец. Комплекс состоит из нескольких зданий и внутренних двориков, каждый из которых имеет свой собственный уникальный стиль и дизайн. Главный вход представляет собой величественную арку, ведущую в большой внутренний двор с центральным фонтаном. Дворец Бахия украшен замысловатой израсцовой отделкой и красочной мозаикой, а также располагает множеством садов и фонтанов. Интерьер дворца также впечатляет, как и внешний вид. Королевская резиденция украшена замысловатой резьбой и картинами. В небольших зданиях есть множество помещений, включая библиотеку, гарем и мечеть. Но есть еще один способ познать Медину Маракеши, это сесть в карету и отправиться в конное путешествие. Как говорил классик, карету мне, карету. Надо сказать, данный способ наиболее эстетически подходит старому городу по стилю, сразу начинает казаться, что машина времени сработала и перенесла туда, куда нужно. Что самое интересное, достаточно сильно трясет, но при этом чувствуешь себя как король. Обозреваешь свои владения, люди какие-то маленькие здесь бегают, а ты едешь и наслаждается атмосферой. Кстати, стена вокруг Медины имеет общую длину почти в 20 километров, а внутренних улочек насчитывают несколько тысяч, хотя не думаю, что их когда-то кто-то вообще считал. Из кареты можно полюбоваться мечетью Аль-Кутубия, центральной мечетью города, построенной берберами аж в 12 веке. А вот после изучения Медины можно выехать и за пределы стен старого города и посмотреть на так называемый современный Маракеш. Здесь находится одно особо известное заведение – ресторан «Азар». Помимо традиционной кухни, выполненной на высочайшем уровне, здесь можно насладиться танцем живота и местным шоу, как выразился мой оператор мусульманских «Гоу-Гоу», что отлично дополняет атмосферу вечера. А какое блюдо в Марокко является самым традиционным? Конечно же, это танжин. Танжин – при этом одновременно название блюда, посуды и способа приготовления. Сырые продукты располагаются на глиняной тарелке и накрываются сверху специальным глиняным кувшинчиком, а потом в течение многих часов тушатся на очень медленном огне в углях. В итоге то, что приготовилось, имеет насыщенный вкус и становится очень мягким. Я специально не называю конкретные ингредиенты, так как положить в танжин можно абсолютно все, что угодно – и мясу, и рыбу, и птицу, и овощи. Ну что, друзья, я вам обещал танжин, вот танжин из баранины. Будем пробовать. Вообще, если рестораны в Марокко по европейским меркам еще ничего, то для местных это абсолютно неподъемные цены. Никаких марокканцев вы не увидите ни в одном ресторане. Марокко очень бедная страна, поэтому местные обожают уличную еду, марокканский стритфуд, а для нас с вами это еще одно приключение на вечерних улицах Марракеша. Поэтому в вечерней Медине прямо на улицах открываются лавки, в которых кто-то что-то жарит, парит, тушит, все это смешивает, засовывает в хлеб, и на выходе получается ну очень вкусно. Запах на улице стоит такой, что попробовать это просто невозможно. Пробуем стритфуд. Полтора евро. Вот целая такая штука, что-то национальное. Сейчас прям эксклюзив. Это очень вкусно. Без сосиска, лук, капуста, сыр, короче, все вместе. Однако Марракеш Марракешем, а хочется посмотреть Марокко и проникнуться этой страной. С этим сразу же начинаются проблемы, так как на выезде из города видна обратная сторона колоритного центра. Грязь, мусор и тотальная нищета. Но как только город остался позади, пейзаж меняется. Я всегда представлял Марокко пустынной страной, но здесь, на удивление, вдоль дороги куда только хватает взгляда, расстилаются зеленые поля, леса и горы. Наша цель – водопад Каскады Узуда, расположенный в 150 километрах от Марракеша. С моей спиной находится самый высокий, самый большой водопад Северной Африки. Не всей, а только Северной. Здесь нечего больше рассказывать, просто посмотрите, какая это красота. Название Узуд на берберском означает перемалывание зерен. Это название было вдохновлено зерновыми мельницами, которые исторически работали на речке, а также вокруг водопада располагаются земли берберов, через которые нужно пройти, прежде чем спуститься вниз. Исторически берберы – это коренные жители Северной Африки, которые в свое время приняли ислам. Само название означает то же самое, что и барбары, или по-нашему варвары. Вроде что-то лопочет на своем языке бербербер, а ничего не понятно. На самом деле их язык представляет из себя разновидность ливийского наречия. После мусульманских завоеваний Африки берберы полностью прогнулись под победителей, но их никто не гнал со своих земель. Они до сих пор живут племенными общинами в деревнях на территориях арабских стран, занимаясь в основном земледелием и ручным трудом. Конкретно в Марокко на данный момент проживают около 2,5 миллионов берберов. Путь к подножию водопада украшен многочисленными обзорными площадками, откуда открывается захватывающий вид на ниспадающую воду и естественные бассейны, образующиеся на дне. Пока я спускался, начался дождь и дорогу немного размыло, поэтому медитативное путешествие превратилось немного в экстремальное. Территория вокруг водопадов Узуд является приютом для дикой природы, особенно птиц и знаменитых берберийских макак. Эти обезьяны – обычное явление в Узуде, их часто можно увидеть играющими на деревьях или взаимодействующими с посетителями. На реке под водопадом также есть несколько природных бассейнов, которые являются популярными местами для купания и отдыха, особенно в теплое время года. Еще можно взять на прокат небольшие лодки, что позволяет приблизиться к водопадам и ощутить брызги вблизи. Это очень мощное ощущение, картина просто завораживает. Но еще и мокрое, потому что рядом с водопадом такие брызги, что сразу намокают полностью. После вечной прогулки, правда, пришлось подниматься наверх, но уже не по размокшей тропинке, а по нормальной лестнице. Снова садимся в машину и отправляемся в город Эсуэйра, знаменитый своим портом, в котором снималась «Игра престолов». По дороге останавливаемся на органовой фабрике, где производят органовое масло. А вы знаете, что такое органия? Это плод, внешне почти неотличимый от оливки. Да и само дерево практически идентично, но вот только есть органию нельзя, она горькая. А масло из нее можно использовать в косметике, приготовлении пищи и кулинарии. Само дерево очень редкое в мире и растет только при определенном климате, что делает масло очень дорогим и уникальным, ведь в него входят очень полезные жирные кислоты. На фабрике можно закупиться продуктами из органового масла, а также посмотреть на древний метод производства, который демонстрируют туристам специально обученные берберские женщины. В каждой поездке удается узнать для себя что-то кардинально новое, не перестаю удивляться. Да и вообще сама дорога в Эсуэйру – это прямая противоположность дороги на водопад. Здесь именно то, что я и ожидал от Марокко. Выжженная пустыня, без конца и края, хотя надо отдать должность самой дороге на отличного европейского качества. Сразу видно, французы постарались. Эс-Суэйра или Эс-Сувейра прозвали городом ветров за сильный океанический бриз, излюбленный серферами со всего мира. Здесь жили и творили Боб Марли и Джимми Хенрикс, а город прослыл свободным и творческим, что всю его историю притягивало художников, фотографов, писателей и сценаристов. Эдакая мекка для хиппи 60-х и 70-х годов 20-го века. Однако до захода в центр города я решил посетить знаменитый порт, который существует здесь аж с 7-го века до нашей эры и славится своей свежей рыбой. За моей спиной рыбацкий порт. Вот просто посмотрите на этот масштаб. Вот если ловить рыбу, то вот так. Это уже прям от души ловить рыбу. Вы просто идете по пирсу, а торговцы продают свежайшую, только что пойманную рыбу, чистят ее при вас и отправляют здесь же на гриль. Поэтому буквально за копейки можно устроить себе королевский рыбный обед из карликовой акулы и еще не весь каких видов фауны. Любители устриц, улиток, крабов и омаров тоже не останутся без дела этого добра здесь так же навалом. Правда, обед ваш состоится только в том случае, если удастся отстоять его у чаек, которых здесь толпы. Они настолько наглые, что могут выхватить из руки что угодно, не говоря о свежей рыбе, которую вы только что купили и собрались пожарить. Поэтому покупка, чистка и готовка рыбы происходит в постоянном стрессе и готовности обороняться в любой момент. Эсуэра имеет свой пляж, отели и курортную зону. И хоть я взглянул на все это лишь мельком, привлекательным купальный отдых мне здесь совсем не показался. Наверное, серферам и любителям кайтинга можно посоветовать вот обычным пляжным отдыхающим нет. Песок обычный, волны и ветер слишком сильные. Вообще, Атлантический океан здесь неприветливый абсолютно. Ландшафт берега таков, что ветер дует постоянно, образуя огромные волны, бьющиеся о скалы и стены города. Гуляя по улочкам у стены иногда нет-нет, да и заливает морской водой прямо через внимание пяти и более метровые участки стены. Это пульство стихии, пущу этот Атлантический океан за моей спиной. Снимаю с риском для жизни для вас красивые кадры. Ну, надеюсь, получили. В Эсуэре снимали «Игру престолов» и фанаты сериала узнают характерные башни на стене сразу. Здесь снимался, по-моему, четвертый эпизод первого сезона. Еще какие-то эпизоды, но, в общем, место знаковое, хотя здесь местное, о нем никак не говорят. Никаких туров сюда не водят, в отличие от Хорватии. Но я отметился. Вообще, гулять по крепостной стене и улочкам этого города одно удовольствие. Да и сам город прелесть. Чем-то он напоминает тунисский город Сидибусаид. Весь центр также выдержан в бело-голубых цветах, а улицы изобилуют арт-объектами, креативными кафешками и картинными галереями. Здесь очень комфортно и душевно. Наверное, на одну ночь можно было бы даже остаться в местном Риаде, но, увы. Кстати, с 2001 года Суэра также считается объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Подводя и только Марокко, хочется сказать, что страна эта сначала абсолютно непривычная и местами дискомфортная, за пару дней влюбляет в себя крепко и побуждает желание приехать сюда еще раз, а может быть и не раз, ведь еще столько всего можно здесь увидеть. С вами был Дима Небилан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями и близкими, а я очень скоро поеду в новое место, чтобы показать его вам. Пока-пока.